о это тоже нажимать вот это надо снять те было площадочку они на ножи выключились а ты включил там дам дарит это там нормально ножек все режешь хорошо а то я могу в черную взять это белый до черный пошел черный германский еще крупнее ну погоди может разрезать было этим лучше пошло капуста после самого себя вкусная а потом там можно было бы то все получится еще и вкусно получилось получится получится мёд яйцо на кнопочку все и красненько в экране точка появилась появилась экран это красненько в экране в экране нет это же не переключил нет включена на видео вот сюда переключил на эти на нее а вот на фото все пошло то же самое здесь то же самое там хлопаем ладоши потом честно чуть-чуть режем потом честно узнаем резать и говорить все самое время заняться все можно работать да хлопаем хлопаем а потом ты там как ножом хватишь и закончили сюда я буду продолжать вот в чем прикольно хорошо начали нож этот прекрасный но почему они важны плохие главное беленький рубашечка особая керамика все это хорошо это надо мелко что самое время заняться целебной кулинарией я геннадий малахов приветствую вас в украду а мы гостю Таню Ларич у себя на кухне у нас сегодня в меню капустное блюдо оладьи и витаминные салаты ну по крайней мере мы так нацелились и надеюсь что наши оладьи получатся вкусными знаете когда произносят а во-первых здравствуйте здравствуйте да когда произносят капустные оладьи звучит как капустные котлеты что-то такое невкусное из советского какого-нибудь вегетарианского отвратительного меню поэтому мне знаете как нравится оладушки из капусты почему я выбрала капусту я очень люблю капусту а я думала ты хочешь чтобы у тебя место было побольше кстати капуста способствует этому в какой-то степени я заготовила этот вопрос ну я думала задать его в конце ладно самое время заняться целебной кулинарией я геннадий малахов приветствую вас в украду а мой гостю Таню Ларич у себя на кухне у нас сегодня в меню капустное блюдо оладьи и витаминные салаты ну по крайней мере мы так нацелились и надеюсь что наши оладьи получатся вкусными знаете когда произносят а во-первых здравствуйте здравствуйте да а когда произносят капустные оладья звучит как капустные котлеты что-то такое невкусное из советского какого-нибудь вегетарианского отвратительного меню поэтому мне знаете как нравятся оладушки из капусты почему я выбрала капусту я очень люблю капусту а я думал ты хочешь чтобы у тебя был побольше кстати капуста способствует этому в какой-то степени я заготовила этот вопрос ну я думала задать его в конце ладно когда произносят капустные оладья звучит как капустные котлеты что-то такое невкусное из советского какого-нибудь вегетарианского отвратительного меню поэтому мне знают как нравятся оладушки из капусты появилась да с богом так крутится крутится капуста как мы знаем капуста бывает разная белокочанная краснокочанная цветная бруссельская бракколи брокколи коль рабы вот далеко не полный перечень всех видов капусты вкусу капусты как мы знаем вяжущие а свойства свойства такие она холодна в первой степени и суха во второй действие действие на жизненные принципы увеличивает ветер подавляет желчь и слизь она обладает размягчающими свойствами и сваривающими препятствует опьянению полезно хмельному человеку люди потребляющие в течение дня свежий салат из капусты или похлебку с вкусными хрустящими кусочками капусты люди потребляющие в течение дня свежий салат из капусты или похлебку с вкусными хрустящими кусочками капусты отличаются здоровьем и долголетием употреблять капусту можно свежий как самостоятельное блюдо или в смеси с другими овощами и даже фруктами поскольку и нежные листья как и фрукты перевариваться не дольше чем полтора два часа капуста исключительно полезное растение она незаменима при нарушениях функции щитовидной железы так как немного йода и при недостаточной капуста исключительно полезное растение она незаменима при нарушениях функции щитовидной железы так как немного йода и при недостаточности почек наличие меди делает ее целебной при поражении центральной нервной системы а тартору тартроновая кислота наличие меди делает ее целебной при поражениях центральной нервной системы и некоторые вещества особенно полезны при нарушениях жирового обмена замечено еще одно целебное свойство капусты и морковы эти овощи обладают противоязвенным фактором способствующему быстрому излечению от язв желудочно-кишечного тракта капустные листья обладают интересной способностью при нарушении их целостности в них образуется дополнительно витамин c вот почему его больше в квашеной капусте чем свежий запоминайте питательная ценность цветной капусты выше чем белокочаной в ней богаче состав витаминов и минеральных веществ способствующих углеводному и жировому обмену питательная ценность цветной капусты выше чем белокочаной и знаете почему в ней богаче состав витаминов и минеральных веществ способствующих углеводному и жировому обмену а это значит что с помощью капусты можно делаться стройным а вот капуста брокколи по своему химическому составу и питательным свойствам превосходит другие виды капусты в ней вдвое больше витамина c нежели в цветной и почти 50 раз больше каротина а из него в организме образуется витамин а а по содержанию белка брокколи превосходит шпинат и спаржу по количеству калия магния и железа брюссельская капуста превосходит все другие виды капусты ее можно считать омолаживающим средством предупреждающим разбитый атеросклероз атеросклероз как мы знаем бич современного общества им страдает все и самое важное что эта болезнь молодеет сок белокочанной капусты самым ценным свойством капусты является высокое содержание в ней серы хлора и йода соединение серы и хлора очищают слизистую оболочку желудка и кишечника сок белокочанной капусты повышает секретронную функцию желудка улучшает деятельность кишечника при запорах оказывает мочегонное действие широко используется при сердечно-сосудистых заболеваниях способствует выведению из организма холестерина препятствует развитию атеросклероза нормализует жировой обмен рекомендуется больным сахарным диабетом способствует удалению из организма лишней жидкости улучшает работу мышц а самое важное сердце применяется при заболеваниях печени например при гепатите а также повышает аппетит полезен при заболеваниях дыхательных путей печени селезенки геморрои бессонницы экземе и диатезе значит диатез бывает детский диатез если понемножечку давать этот сок он будет полезен и маленьким деткам благодаря наличию противоязвенного фактора капустный сок специфически действует на язвенный процесс слизистой облочки желудка повышает сопротивляемость слизистой к повреждающим факторам и лечение в течение 3-4 недель соком капусты приводит нередко к полному выздоровлению больного а надо пить по 5-6 стаканов в день в 3-4 приема за 40-50 минут до еды профилактически повторяет курс через 4-6 месяцев при употреблении при употреблении свежеприготовленного капустного сока заметно восстанавливается эмаль на зубах и улучшается цвет лица для получения результатов следует выпивать не менее 3 стаканов сока в день лучше всего капустный сок комбинировать вместе с морковным и свекольным соком можно попробовать и с я уверен будет очень вкусная смесь потребление данных соков по одному полтора литра в день быстро вымоет токсины из организма нормализует кислочно-щелочное равновесие в организме но возможно кризисное состояние которое указывает на энергичное действие этих целебных соков при наступлении кризиса а именно сильного послабления поголодайте 24-36 часов чтобы все стихло и успокоилось если после питья сока капусты в кишечник образуется большое количество газа или наблюдаются другие явления дискомфорта это может быть следствием большого накопления токсических веществ в кишках таких случаях рекомендуется перед употреблением большого количества сока капусты очистить желудочно-кишечный тракт выпивая ежедневно морковный сок либо смесь его с соком шпината в течение двух или трех недель одновременно с этим ежедневно выполняйте очистительные клизмы замечено что когда организм нормально усваивает капустный сок он действует как идеально очистительное средство особенно при ожирении а вот добавление соли к капусте или ее соку не только уничтожает ее ценность но и вредно смесь соков моркови и капусты образует великолепный источник витамина c это особенно полезно при заболеваниях десен чтобы десны были крепкие пейте этот сок а вот сок с медом один к одному повышает кислотность желудочного сока обладает отхаркивающими и противокашливыми а вот сок с медом один к одному повышает кислотность а а вот да что так вам а вот сок с медом один к одному а вот сок капусты с медом один к одному Повышает кислотность желудочного сока. Обладает отхаркивающим и противокашливающим действием. Начинайте с половины стакана 3 раза в день до еды в теплом виде в течение 3-4 недель курс. А вот при весеннем недомогании рекомендуется употреблять 1 стакан сока свежей или квашеной капусты натощак. В разведении 1 к 1 пьют сок по 1 3-1 4 стаканы за 30-40 минут до еды как сахаропонижающее средство. Диабетикам на заметку. Капустный сок можно пить с лимонным или гранатовым соком с медом, что делает его гораздо вкуснее. Наружно в виде примочек сок эффективен при экземе, псориазе, неродермите. Его или свежие листья... А вот наружно в виде примочек сок капустный эффективен при таких кожных заболеваниях, как экзема, псориаз, неродермит. Или же можно его... Или же... Наружно в виде примочек сок капустный эффективен при таких кожных заболеваниях, как экзема, псориаз, неродермит. А вот наружно в виде примочек сок капустный эффективен при таких кожных заболеваниях, как экзема, псориаз, неродермит. Его или свежие листья капусты можно прикладывать к вискам, затылку, лбу, при головной боли, ожогах, ушибах, подагрических болях или колотье в боку. Не рекомендуется его пить при высокой кислотности желудочного сока, симптомах перевозбуждения жизненного принципа ветра, когда могут быть газы, вздутие кишечника или понос. В этом случае сок капусты противопоказан. А вот сок капусты брокколи полезен при сахарном диабете. Он переваривается и усваивается буквально за несколько минут, обогащая организм человека кальцием, натрием, хлором, калием, фосфором, магнием, серой, азотом, железом, кремнием, йодом, марганцем, кислородом, водородом, фтором. Всеми этими биологически активными веществами в наилучшей, наиболее усваиваемой форме. Они жизненно необходимы каждому человеку. Данный сок содержит органическую воду, что чрезвычайно важно для восстановления в жаркое время года. Все.